А есть посттравматический рост, такое понятие, представляете? Рост, что у некоторых людей тяжелейшие вот такие вот переживания, когда ты ничего не можешь сделать. Что такое травма? Когда происходит травмирующий опыт, и ты не можешь, у тебя полное бессилие, но в этот момент в твоей нервной системе происходит какой-то сильный взрыв. И обычно это или замораживается это состояние, или же... В общем, это серьезная психологическая травма. Это вообще люди просто не контролируют свою жизнь. А есть у которых, там, у какого-то процента это вызывает рост. То есть они от этой травмы переходят на следующий уровень в своем развитии, совершенно который был бы без этого недостижим. И вот у нас интернет прервался, прервался. Я вчера взял, позвонил и поменял. И все, все хорошо работает. Я надеюсь. С Божьей помощью, да. Все, дорогие друзья. Значит, мы продолжаем изучать книгу Дворим. Книгу Дворим и перед смертью Машера Бейна, он увещевает еврейский народ. Он им перед смертью решил все сказать. Все, что он всю жизнь не говорил, он решил им сказать. Есть известный анекдот такой, значит, когда старый еврей умирает, и он, значит, лежит уже при смерти. Пожилой такой, большая семья у него, дети, внуки. А у него был такой магазин, а над ним квартира. И он говорит, там, Сара, моя жена, ты здесь, здесь. Дети здесь, здесь. Внуки здесь, здесь. Всех перечислил. Все здесь, все здесь. И он такой говорит, говорит, ну, если вы все здесь, кто же в магазине-то остался? Кто же в магазине? Должен же кто-то в магазине остаться. Он всю жизнь жил, был человеком, который, человеком дела. Ему было важно, чтобы магазин работал. Он говорит, а что же вы все, говорит, собрались, а магазин-то оставили? Дело моей жизни оставили пустым. Вот такая вот. Машера Бейну был не такой. Дело его жизни, это было служение Всевышнему. И он был, он всю свою жизнь, как лидер, как настоящий лидер, он вложил, можно такое слово, вложил, в еврейский народ. И он все время Всевышний сказал, я уничтожу этот народ. Он говорит, да дай меня уничтожай. То есть, или ты простишь, или уничтожай меня тоже. То есть, он настолько был преданным. И сейчас он перед смертью, он им, последняя вот у него осталась неделя, он знает, что он уже уходит из этого мира. И он вспоминает весь их совместный путь. И он им говорит на те ошибки, которые они делали. При жизни он им это не говорил. При жизни он, это, мы знаем уже, да, что для лидера самая сложная задача для лидера, сложнее ее нет. Это взаимодействие с людьми, которых он возглавляет, да, лидер, он же возглавляет их. И взаимодействовать с ними так, чтобы никого не обидеть. Потому что лидер по определению, он же царь, например, царь Давид. Он, ну, уцаряясь, прям обязанность злодеев наказывать, а если он не злодей, а если он на полу злодей, а если и так далее. То есть, быть лидером, это огромная, огромная, невероятная ответственность. И Машарабену ее нес на себе. И вот он им говорит, значит, третий отрывок, третий отрывок главы дворей. Он говорит, помните, вы приблизились ко мне все, когда подошли мы к земле Израиля, приблизились и сказали, давай пошлем людей перед нами, чтобы они исследовали землю и скажут нам, как мы будем в нее подниматься. Это когда вышли из Египта, получили Тору и подошли к земле Израиля. Значит, и понравилось, он говорит, в моих глазах эта вещь. Войта в бейнае. То есть, он говорит Машарабену, она была, то, что вы сказали, была хорошо в моих глазах. Потому что, когда человек, например, подходит, ну там, война, да, война, или он, даже не война, он приходит дом себе выбирать. Он должен квартиру посмотреть, он должен в подъезде посидеть, он советует ему по району погулять. То есть, советует изучить, да, если ты собираешься там жить, ты должен вначале изучить. Машарабену говорит, это было хорошо в моих глазах, что вы сказали, давай пошлем разведчиках. И взял я от вас 12 человек, одного представителя от каждого колена. И поднялись вы в землю Израиля, и начали ее исследовать. И взяли вы из плодов земли, и спустили вы к нам. Значит, и сказали, хороша земля, которую Бог всесильный дает нам. И не захотели вы в нее подниматься. И восстали вы против Бога всесильного вашего. В Этерагну вы ругались в ваших шатрах, и говорили, Базинат Ашем Отану, из-за ненависти Бога к нам, вытащил он нас из земли египетской, да отдать нас в руки эморейцев, чтобы они нас уничтожили. Вот тут я нашел очень интересный комментарий в Усной Торе на этот отрывок. Маша им говорит, помните, вы сказали, что Бог из ненависти к вам вывел вас из земли египетской и привел в землю Израиля, чтобы вас уничтожить. Говорит Усная Тора, Раша, да, приводит на этот посуд. Значит, говорит он такой комментарий. Вы сказали, что Бог нас ненавидел, а Он на самом деле любил вас. Вы уа яу эвот хэм. Он вас любил, но вы ненавидели Его, говорит Усная Тора. Это есть пример, когда один говорит, и приводится пример, да, когда один говорит в сердце своем на того, кто делает ему добро, что ты делаешь мне зло, и ты меня ненавидишь, это значит, что это ты сам ненавидишь его. Понятно, да? То есть, когда человек думает про другого, что тот думает про него, по факту, по факту, это выражение того, что я думаю про него. И современная психология еще добавляет, тут этого нет, что то, что я сам где-то думаю про себя. То есть, мы как бы вкладываем в... Это очень видно, когда человек выходит выступать, и он боится критики. Это значит, что он сам, ему не нравятся те люди, перед которыми он выступает, потому что он думает, что они плохие люди. И он думает раз, что они плохие, значит, они... Он как бы вкладывает в них мысль, что они будут думать плохо про него. Хотя почему это они должны думать плохо про тебя? Значит, ты изначально думаешь, что они плохие люди. И второе, если ты думаешь, что они будут думать плохо про тебя, то второе, как бы здесь направление, что у тебя у самого нет уверенности в себе и в своих словах, и ты сам думаешь где-то внутри про себя, что ты что-то не то делаешь, не то говоришь. Но то, что я вторая часть, это добавляет современная психология. А то, что второе, то, что как бы структура мира, что тот, кто думает про другого, особенно про того, кто делает ему добро, что он ненавидит его, это значит, что он сам внутри, в душе ненавидит его. Это то, что вот у структура добавляет к письменной. И сказали вы, что мы не поднимемся в землю Израиля, не сможем мы победить, что Бог нас ненавидит, и он нас вывел из идивта, все чудеса сделал, море раступилось, именно вот для того, чтобы сюда нас привезти, и нас уничтожить. Это очень мне напоминает людей, которые боятся своего будущего. То есть человек, ему, например, 40-50 лет. Всю жизнь, начиная с детства, Всевышний его обеспечивал. Давал ему еду, давал ему... Даже он маленький был, в школу ходил, еще ничего не зарабатывал, его все равно кормили. Потом он прожил всю свою жизнь, и все время ему что-то было кушать, крыша была над головой, все. И он все равно говорит Богу, а вот я боюсь, что в будущем ты мне сделаешь плохо. А что ж ты так думаешь, что он должен тебе сделать плохо? Он же тебе всегда делал хорошо. Ну, вот говорит нам, как раз здесь, отсюда мы учим, что то, что человек так думает про Бога, это значит, что он Бога не любит и Богу не доверяет. Потому что если бы он сам Бога любил и Богу доверял, то он бы думал бы точно так же, что Бог его любит и ему доверяет. Это то, что мы каждое утро говорим, когда просыпаемся. То есть ты в меня веришь, ты мне вернул душу, то есть это мне дает возможность быть уверенным, что даст Бог день, даст Бог пищу. Раз душу ты мне вернул с утра, так что мне бояться? А те люди, которые всю жизнь проводят страхи перед будущим и в тревоге, это значит, что они сами же сжирают с себя свою нервную систему, свое здоровье. Значит, и что? И вот вы, значит, говорили, что мы не поднимемся, ничего у нас не получится, что вот эти вот имморийцы, которых мы в жизни никогда не видели, которые там живут, они больше и сильнее, чем мы. У них большие города укрепленные и так далее. И там великаны они какие-то, да? И сказал я вам, да? Не бойтесь, не бойтесь их. Бог всесильный ваш, Он шел перед вами и идет перед вами. И Он будет войну вести перед вами за вас. Как Он сделал с вами в Египте, на ваших же глазах, чего вы боитесь? Вы вышли из Египта, было 10 казней. Мы видели, как Советский Союз рухнул. Мы жили в империи зла, атомная самая была, назвали ее империя зла. Все боялись. Бах, рухнула, не исчезла. И, значит, и вы видели, как в пустыне вас Бог вел. Это уже Маша Рабену продолжает. Вы видели своими глазами, как Бог нес вас, да? Как человек своего сына несет. Как сына своего несет человек, которого сына он защищает и так далее. И, значит, и вы дошли же до этого места. Я же вам это говорил. Это Маша Рабену им как бы напоминает то, что было 40 лет назад. Значит, и вы продолжаете убедвара зе энехэм мааминим баашэм и лакэхэм и вы продолжаете не верить, не доверять Богу всесильному вашему. Ай-яй-яй. Значит, ауэхлеф нэхэм он шел перед вами весь путь. Он вам огненным столбом. Ночью он вам путь освещал. Значит, все. И услышал Бог голос ваших слов и разгневался и поклялся. Сказал, что никто из этих людей, из этого плохого поколения, да, я вывел из Египта, а они ответили такой неблагодарностью, не увидят они землю прекрасную, которую я поклялся про отца Аврааму Искаку Якову, кроме двух человек. Калев бен и фуне, это который из разведчиков, которые говорили хорошо про землю, и, значит, и Юшуа Бену. И дальше Маша говорит удивительные слова. Он говорит так. Гам би ит анаф ашэм би глахэм. Он их до этого не увещевал. А тут он говорит, так же мной Бог пренебрег из-за вас, говоря, и ты тоже не войдешь вместе с ними. То есть, Маша Рабену, представляете, это было 40 лет назад. Он мог им сказать, знаете что, я всю жизнь мечтал, вы не справились, как лидер, мог же сказать, он им мог. Все, я вас, у меня было задание прийти в Египет, вас вывезти. Бог мне дал задание вот за горячего куста, дал. Я вас вывел, вывел. Вы зайти не захотели, не захотели. Значит, Бог сказал, что вас уничтожат, от меня сделает новый народ. До свидания. Маша Рабену их не бросил. Вот это он был такой удивительный лидер, который всю жизнь на них положил. 40 лет пустыни у них обучал, и уже перед смертью он не зашел в землю Израиля, он только здесь им сказал, что из-за вас я тоже не зайду. Иошуа Бенун, который стоит перед вами, он приведет вас туда, значит, и он для вас унаследует землю Израиля. Все, сегодняшний отрывок мы закончили. Дальше будет вся книга, вот эта вся книга, это 7 дней Мошера Бену говорит о всем, что будет дальше с народом Израиля, с миром и так далее. То есть, и в конце он уходит, значит, и заканчивается письменная тора. Хорошо, какой вывод мы из этого делаем? Мы делаем вывод такой, что то, что человек думает, что думают о нем другие люди, это значит только одно. Это то, что он думает о них. То есть, человек не может залезть в голову к другому человеку. Если я думаю, что кто-то думает про меня, то нужно прям четко себе отдавать отчет, что это то, что я думаю про него. Понятно, да? Вот эти вот все чтения мыслей, да, знаю я, что ты про меня думаешь. Вот ты на меня так смотришь, что мне все понятно уже стало. Что тебе понятно? Тебе понятно, что ты думаешь, что тебе понятно, и все. Ты не можешь понять, как он на тебя смотрит. Это очень интересно, да, что это прямо в Торе. Раша жил тысячи лет назад, а он приводит, он же всегда приводит из Талмуда, из Медрашей, то, что было несколько тысяч лет назад. Хорошо. Глава 18, глава 18, это глава, которую мы сегодня читаем, сегодня 18 июля. И здесь тоже очень много есть про, именно про речь, как-то оно так совпадает, что значит, там, воды глуботе и слова уст человека, поток струящийся, источник божественной мудрости, уста грешника по вожделению входят в ссору, и рот его вызывает побои, язык грешника сокрушение ему, и уста его ловушка для души его, слова жалобщика пронзительны, как удары, они не сходят в глубину. Здесь все говорится про то, насколько слова, насколько слова они, значит, управляют нашей жизнью. Один из моих любимых, тоже отрывка в Мишлей, 14-й отрывок, 18-й главы, вот сегодня три отрывка мы разберем. 14-й отрывок, 18-й главы, он звучит так. Руах-иш-ихалкель-махалеу. Значит, дух человека, он, калкала, это как, ну, экономика, хозяйство, значит, дух человека, он, он, значит, как я перевел, сейчас, 14, дух человека выдерживает его болезни, но дух умения кто может перенести? Значит, если дословно, вот есть болезнь некая, да, у человека, махале, махала, но я верите, болезнь это махала. Значит, я вам скажу так, что постоянно у каждого человека внутри есть и раковые клетки, и каких-то там 3 килограмма бактерий, и куча всяких там болезнетворных бактерий, микробов вокруг миллион, какие-то вирусы вокруг миллион, то есть, человек все время находится в очень-очень опасной для жизни среде, да, там вот Мадонна недавно попала в реанимацию, певица, да, у нее внутри вдруг начал какой-то сепсис развиваться, какая-то, значит, сепсис, это, ну, гнойная инфекция. То есть, у человека внутри постоянно есть какая-то на него нападение снутри и снаружи, и есть у человека то, что называется дух, дух намерения, сила, сила вот эта, внутренняя дух жизни, да, и вот этот дух, он противостоит болезни, то есть, если у человека, есть такие люди сильные духом, да, вот был такой человек, его звали Деоргий Сытин, вот если погуглите, Деоргий Сытин, он был там доктор наук в Академии наук российской, он во время войны стал инвалидом, и медицина его не могла вылечить, он начал изучать эту медицину, он стал кандидатом в медицинских наук и так далее, и он понимал, медицина его вылечить не может, а слова могут, и он начал словами лечить себя на строе Сытина, и он всю жизнь уговаривал свои органы, свое тело, чтобы они работали, чтобы они, и он дожил там до 90 с чем-то лет в очень хорошем состоянии, много книжек есть, его настрой, беседы, беседы с органами такими, он прямо конкретно, такие прям, их пропесочивал так конкретно, как на партсобрании, но он, вот последние все его книги, они, он очень много про Всевышнего говорил тоже, что Бог дает силу, Бог дает силу, Бог дает энергию, Бог дает молодость, в мои клетки я как будто бы каждый день заново рожаюсь, он говорил те вещи, которые есть в Торе, да, что я заново, Бог меня создает, и значит, это был его дух, значит, его дух, можно сказать, человека, он поддерживает его от болезни, в руах не ка, а когда дух, он падает, депрессивный становится, да, человек, все, я типа не могу, ми сайне, и сейна, кто его будет нести тогда, человека, то есть, если сам человек сдается внутри, если сам человек говорит, я не могу, то уже как бы все, сдулся, но что определяет, могу или не могу, это решение человека, есть известная история, как один, один человек, звали его, Равьес Высхак из Полона, он был раввин такой, и он услышал, что есть Баальшентов, который, 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 такой он был чудотворец, он открыл новый способ служения Всевышнего, который назывался хасидизм, это было 1800 год, где-то 1750 даже год, это было, значит, 250, 270 лет назад, и вот Баальшентова у него были ученики, такие они чудотворцы, а классические раввины, да, которые все время занимались только изучением Торы, они очень настороженно восприняли этот, этот подход, что Всевышний везде нет никого, кроме него, и такой вот подход более такой, ну, другой был подход, да, хасидизм это более такой другой подход, мистическо-эмоциональный, и пришел Равьос из Полонова к Баальшентову, пришел, поговорил с ним, Баальшентов говорит, все это Бог, все, нет никого, кроме него, то есть ты все время взаимодействуешь с Богом, тот говорит, нет, вот Тора, это Всевышний, это слова пророков, это Всевышний, выражение Всевышнего, весь этот мир, это уже проекция, 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 то есть Всевышнего как бы вот в обычном материальном мире, в этом стуле, там, или в этом компьютере, его нет, это была как бы у них главная разница, он как бы есть, но он уже как бы много-много проекции, да, а вот в Торе он в чистом виде, Абалишентов говорит, нет, все, все это Всевышний, везде Всевышний в чистом виде, нет ничего кроме него, никого кроме него, все это Бог, в общем, они так обсуждали, они были у велите мудрецы Торы, и в итоге, в итоге говорит этот, Йосавыцкак из Полонова, говорит, ну, говорит, вроде как бы, все, что вы говорите, оно звучит хорошо, но не могу, говорит, я вам поверить, не могу, я изменить свой путь, не могу, а Бальшентов ему говорит, ты не можешь, он говорит, ты не хочешь, он говорит, ну да, я, значит, не хочу, а поверить, что Всевышний со мной отовсюду разговаривает, вот он выходит от Бальшентова, выходит он на улицу, такая, это же была три, Меджи Бош, земляные эти дороги, телеги, лошади, он выходит, едет телега, и телега застрет в грязи, и на телеге сидит извозчик, вообще, ну, не еврей, извозчик, и он ему говорит, помоги, толкни телегу, тот говорит, я не могу, ну, этот Равьез высох Он пожилого уже говорит, я не могу И тут ему этот изводчик говорит Слово в слово, как Байдшентов Ты не можешь, ты не хочешь Ты, говорит, даже не попробовал Что же ты говоришь, ты не можешь Ты не хочешь И он услышал, как будто бы Всевышний проявился И сказал ему, с той же интонации Как Байдшентов Сказал только, что ты не можешь, ты не хочешь Как бы принять хаседизм Также ему сказал этот изводчик Что это был голос Всевышнего Это было, как Ашгаха Пратит, это было частное проведение, это называется, да, что Всевышний с ним разговаривает. И он вернулся к Баршантову, стал его учеником ближайшим, и Равесу Китска из Полонова, он был ближайший ученик Баршантова. Хорошо, теперь дальше. Значит, вот этот дух человека, его намерение, его желание, это внутренняя сила. Но что интересно, что эта внутренняя сила, она управляется все-таки интеллектом, и она зависит от того, что человек говорит. И вот об этом как раз и 21 отрывок, 21 отрывок, 18 главы. Жизнь и смерть в руках языка, да, зависят от языка. И тот, кто любит ее, сейчас мы узнаем, что такое авиа, юхальперио, будет кушать плоды его. Значит, любящие, берегущие его язык свой, они будут кушать плоды этого. Что имеется в виду? Вот все, что человек говорит, все, что он думает, все, что он говорит, это является некими программами, каждая из которых, если в нее, в эту программу поверить, то есть каждая из которых не является правдой. Все, что человек говорит словами, не является объективной реальностью. Потому что слово «описание» по определению является набором звуков, с помощью которых мы условно пытаемся передать какое-то явление в окружающем мире. То есть никакое слово не является объективной реальностью, никакое описание не является тем, что оно описывает. То есть надо понимать, что любые слова, которые человек произносит вслух или у себя в голове, это попытка одним из способов передать, значит, что-то, что человек хочет передать. Если вы возьмете любое слово, вообще любое, вот можете меня проверить прямо сразу после урока, возьмите любое слово и зайдите, напишите это слово прямо в гугле и напишите синонимы этого слова. И вам гугл даст от 10 до 100 синонимов на любое слово. То есть любое слово является попыткой передать какое-то явление. И у этого слова есть множество синонимов. Но если человек верит в свои слова, которые он слышит и произносит у себя в голове, и исходя из этого, он как бы своей верой, вера это дух, вот это вот намерение, он вкладывает в слово. И он в это слово верит, то это слово, оно является для него определяющим всех следующих событий в его жизни. И получается так, что жизнь и смерть в руках языка, и тот, кто любит его, да, свой язык, то есть он наполняет любовью, и любовь это что-то позитивное, жизненное такое, да, он будет кушать плоды этой любви. А тот, кто наоборот говорит, я не могу, сил нет, ничего хорошего меня не ждет, все плохо, Бог меня ненавидит, завтра будет плохо, сейчас будет тревога, тревога, тревога там и так далее, все, этот человек, он как раз двигается в сторону смерти. Это вот такой очень глубокий отрывок, да, который объясняет, насколько и жизнь, и смерть в руках языка, зависит от языка. И позитивный отрывок следующий, на сегодня последний, Кавбет, 22-й отрывок, 22-й отрывок, 18-й главы, он говорит такую вещь. Маца иша, нашел ты жену, маца тоф, нашел добро. Вэйяфек, рацон мэашем, и вытащит желание от Бога. Значит, как этот понять? Значит, нашел жену, нашел добро, и вытащит желание от Бога. Значит, давайте посмотрим объяснение. Объяснение, 22-й отрывок. Это же книга Мишли, кстати. Сразу после урока я вам пришлю отрывочек из вот этот отрывок с комментарием. Есть у нас в Телеграме, на каждый отрывок комментарии. И можно эту книжечку заказать, и получить ее, и изучать ее каждый день, одну главу. Очень это прямо через какое-то время плоды будут невероятные. 22-й отрывок, 22-й, да, кто нашел себе добрую жену, тот нашел добро. Найти жену, вторую половину, и достигнуть шлымута, полноты и завершенности, это огромное добро и счастье. Почему выходит желание от Бога? В Талмуде написано, чем занимается Бог, он сводит людей. Люди все время хотят поссориться друг с другом. В каждом человеке проявляются животные инстинкты и эгоизм. В семейной жизни, если она выстроена по Торе, есть возможность работать над собой. Когда Бог создал женщину, Он назвал ее помощником против Него. Да, то есть, когда Он первому человеку Адаму создал жену, Он ее назвал, я тебе делаю, эзер кэнэгдо, помощник против Него. С одной стороны, она помощник, с другой, выступает против Него. Как это понять? Значит, у человека есть внутри вот это то, что называется его животное начало, которое разделяет его эго, это его интеллектуальное проявление животного начала. Эго – это эгоизм, это как бы, это некая граница, которую человек прочерчивает между собой и миром, собой и другими людьми, Он говорит, это я, я хочу. И вот это вот, откуда это все взялось? Это корни его в животном его стремлении, или же он зацеплен на других людей? Ну, вот это эго, это как раз то, что разделяет между человеком и Богом. Теперь, в какой момент эго проявляется во время взаимодействия с другими людьми? То есть, идут искры. То есть, как только мое желание сталкивается с желанием других людей, в этот момент идут искры. Теперь, как только желание человека сталкивается с желанием Бога, да, то есть, Бог сказал, делай это, человек говорит, я не хочу. Происходит разделение между человеком и Богом. Когда Бог говорит, это не делай, человек говорит, нет, я буду делать, происходит разделение между человеком и Богом. Когда Бог говорит, делай это, человек делает это, происходит соединение между человеком и Богом. Понятно, да? То есть, чем меньше у человека эго, тем легче ему соединиться со Всевышним. Но в какой момент тренируется вот это вот отсутствие эгоизма? Когда есть кто-то, чьи интересы ты должен учитывать во всех своих аспектах жизни. Если ты эти интересы учитываешь не искренне, то есть ты говоришь, хорошо, дорогая, я сделаю, как ты хочешь, а тебе внутри вообще как бы нет от этого радости, то искры все равно пойдут и разделение будет. Но когда ты умеешь соединиться со своей второй половиной, искренне соединиться с ней, убрав свое эго, то на вот этом вот моменте искреннего соединения со своей второй половиной происходит растворение вот этого эго. И когда два человека сумели соединиться в одно целое, как Бог и задумывал, как две половины целого, то в этот же момент открывается вот это вот соединение со Всевышним у обоих. И это является как раз объяснением этого отрывка, что тот, кто нашел жену, нашел добро, то есть действительно нашел жену, с кем он может соединиться в одно целое, нашел добро, и тем самым он вытаскивает желание от Всевышнего. То есть это и было желание Всевышнего, чтобы через соединение с женщиной, женой, мужчина достиг вот этого вот состояния шлымута совершенства, в котором у него открывается связь со Всевышним. Вот такое вот объяснение в этом отрывке. Все, уважаемые друзья, всего вам хорошего, удачи, успехов. Вот мы получили Тору. Напишите, пожалуйста, свои выводы, что для вас открылось сегодня. Какие-то у вас наверняка были инсайты, какие-то у вас были наверняка озарения. Теперь возьмите, запишите эти озарения себе, чтобы их не забыть. Поживите с ними. Очень я вам советую свои озарения. Это очень важно после урока Торы. Но важно, возьмите вот этот отрывочек, например, да, я сейчас пошлю в телеграм-канале. Вот этот вот, те отрывки из Мишле, из притч, которые мы выучили. Если вы можете на иврите читать, идеально. Выучите их прямо наизусть на иврите. Если не можете на иврите, хотя бы на русском. То есть вы будете тогда, как царь Соломон, который говорил на русском. И когда вы те мысли, которые он хотел передать, вы эти мысли запомните и с ними соединитесь, то вы будете такими же мудрыми, как царь Соломон. А он был мудрейший из людей. У него было все вообще, что можно получить в этом мире и в мире грядущем. Вот это вот важно очень, да, чтобы слова Торы, они не оставались внешними, а чтобы они заходили вовнутрь и чтобы разговор был, да, жизнь и смерть в руках языка. И тот, кто любит его, да, любит этот язык, правильный язык, то он будет кушать плоды его. Все, всем удачи и успехов, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы и выполнил для вашего добра. Чтобы все, кто хотят соединиться со Всевышним, изучают Тору. Чтобы Всевышний дал вам все, что вам нужно для хорошей, благополучной жизни. С Божьей помощью. Все, всем удачи и успехов. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok